я не знаю хорошо это или плохо но на прошедшей неделе не происходило никаких грандиозных событий каких-то катастрофических событий которые мы пожалуй уже последнее время стали привыкать и наверное все таки это в большей степени хорошо из наиболее значимых общественных событий например в городе уфе я отмечу историю с этими пресловутыми липами на советской площади история это имела продолжение на прошедшей неделе и городские власти все-таки спилили 20 лип я напомню что такое достаточно бурное возмущение местных жителей вообще жителей старого центра уфы вызвал от этот план по спиливанию уничтожению старых лип вокруг советской площади на прилегающих улицах действительно традиционно эта часть города была засажена такими старыми развесистыми деревьями под ними было здорово гулять но мэрия имела иное мнение вообще так часто случается когда город возглавляет человек который не прожил в нем большую часть своей жизни который не родился в нем и который не имеет в нем корней в прямом и иносказательном смысле вот этот человек относится с достаточной меры безразличия к тем мелочам тем деталям которые в городе становятся но родными для людей которые живут в этом городе всю жизнь вот я как коренной уфемец и человек который всю свою жизнь прожил в уфе конечно отношусь с очень большой осторожностью к ульфата мустафину отношу его свою очередь к людям по наехавшим и не имеющим представления о традиции города и вот примерно по этой причине наверное приключилась вот эта коллизия с липами на советской площади что мы имеем сухом остатке мэрия все-таки несмотря на обещание не делать этого срубила 20 деревьев люди вышли на улицу возмутились и стали задавать вопросы мэрия перестала рубы рубить деревья и сделала вид что так и так и планировалось срубить всего 20 примечательно что на встречу с возмущенными жителями мгновенно прибыл господин байден главный архитектор города уфы тот самый человек который возмущенно заявлял не хватайте меня за закон и вообще вел себя с какой-то абсолютно максимальной степенью высокомерия во время всевозможных общественных слушаний байдена как будто бы подменили после истории с шатару ставели он стал мил улыбчив и даже его перекошенное лицо все равно выражало сочувствие гражданам значит когда он приехал на эту встречу люди отметили что на удивление он прямо был очень контактен разговаривал значит был так максимально возможно любезен в общем конечно я констатирую что господину байдену дико страшно за то что вот-вот его выпинут с его теплого кресла кресло это очень теплое в том смысле что в нем можно не просто греться еще неплохо под заработать и я думаю чтобы один есть о чем беспокоиться особенно беспокоиться о бизнесе с крупномерами которые как предполагается в общем-то им курируем а крупномеры у нас в уфе нынче это очень очень неплохие деньги очень большие деньги в общем конечно байдену есть что терять и вот вися на волоске он теперь значит выбежал к людям и пляшет вот этого га пока в попытке доказать что все не так уж плохо и вообще он был против всего этого безобразия но так уж получилось нам как обычно остается одно только надеяться на то что это безобразие безумие в центре города не продолжится мне бы хотелось чтобы не только мои дети но и внуки увидели вот эту часть уж и хотя бы той какой она является сейчас но посмотрим с удастся ли вот этим вандалом по наехавшим суда всевозможным мустафином и байденом исполнить свое обещание и удастся ли нам защитить нашу уфу в том виде в котором она есть сейчас есть у нас и парочка финансовых новостей которые были на прошедшей неделе одна из них плохая другая непонятная и как положено начнем с плохой дорогой ради фаритович упоминал о том что уже пришли итоги 8 финансовых месяцев 2020 года он говорил о каких-то квази и псевдо достижениях а я поговорю просто о показателях бюджета и в частности о том что за 8 месяцев 2020 года мы получили дефицит бюджета республики в 11 миллиардов рублей ну казалось бы что здесь такого 44 региона в российской федерации больше половины являются дефицитными и дескать мы не хуже всех но на самом деле конечно для башкирии стыдно быть дефицитным регионом а важнее то что за два года которые находятся у власти хабиров его команда им удалось по сути прогулять не 11 миллиардов а 40 миллиардов плюс 11 то есть в сумме 51 миллиард рублей дело в том что когда хабиров приходил к власти ему досталось финансовое хозяйство республики с профицитом 40 миллиардов рублей вот итог такой очень на мой взгляд тревожный и пугающий 51 миллиард мы профукали всего лишь за два года и теперь находимся в дефицитной позиции вторая экономическая новость очень странная и не могу ее охарактеризовать однозначно речь идет о том что было заявлено о покупке 10 троллейбусов для города уфы на общую сумму 200 миллионов рублей то есть каждый троллейбус будет обходиться в 20 миллионов рублей и все это особенно странно выглядит на фоне предбанкротного и очень кризисного состояния вообще электрохозяйства города уфы электротранспорта в частности там вообще непонятно что будет с этим и этом и так далее непонятно что будет с трамваями троллейбусами и вдруг появляется 200 миллионов рублей на покупку 10 троллейбусов я задал вопрос о целесообразности и ну разумности вот этой цены и вообще вот этой покупки двум экспертом в этой области один человек это специалист по транспорту вообще в больших городах второй человек который специалист и большой эксперт в области производства электротранспорта и тут мнение специалистов разделились но по поводу цены конечно здесь разделились только в степени сомнений то есть один Один из опрашиваемых экспертов заявил, что 20 миллионов это абсолютно завышенная цена. И в принципе, подобный устаревший на самом деле троллейбус на базе нефаза можно купить существенно дешевле, имеется в виду аналоги. И мне там еще интересные вещи рассказали. Оказывается, троллейбусы собираются как конструкторы из одних и тех же комплектующих по всему миру. Второй же эксперт сказал, что можно и дороже сделать, если сильно стараться. Имеется в виду степень развития самого предприятия, производства. Не знаю, на самом деле, чем закончится эта история. Дурно она пахнет. Хотелось бы получить побольше данных, и я постараюсь это сделать. По странному стечению обстоятельств, а может быть и не по стечению обстоятельств, на этой неделе мне подряд попалось на глаза сразу несколько тем, которые касались комплексного освоения территории в городе Уфе. Ну вот, как-то вдруг так вот сложилось. Видимо, это и стало толчком к тому, чтобы я заинтересовался вообще, что такое комплексное освоение территории, как это работает, зачем вообще эта процедура нужна, и что бы это значило для нас. Несмотря на то, что термин этот более или менее понятен на слух, он содержит в себе достаточно много сложных категорий и процессов. И вот погружаясь в это все, я это понял. Ну, правда, еще, конечно, не до конца для этого нужно, наверное, иметь или хороших консультантов, или профильное образование. Но в целом это звучит примерно так. Комплексное освоение территории – это когда на территории города есть какой-то участок, либо в собственности города, либо в собственности кого-то третьего. И вот принимается решение о его развитии, застройке. На этом участке могут быть старые дома, например, и их надо снести, либо какие-то дефекты ландшафта, либо там какие-то, например, брошенные неработающие предприятия. В общем, застройщику отдается эта земля на определенных условиях. Обременяется застройщик всякими обязательствами в адрес города, либо в адрес благоустройства этой территории, либо в плане создания какой-то инфраструктуры. В общем, все это делается совершенно не безвозмездно. Объявляется аукцион, делается планировка участка. Ну, в общем, это такая штука, которая в конечном итоге должна принести благо населенному пункту. В том смысле, что вот есть плохая заброшенная территория, и после этого получается облагороженная, жилая и прогрессирующая территория. В целом задачи этого процесса абсолютно понятны и позитивны. Но вот каким образом у нас реализуется это в городе Уфе, вот здесь вопросов очень много, и вопросы эти, к сожалению, негативного характера. Самым, пожалуй, известным случаем развития территории, если это так вообще можно назвать, на данный момент является история с домом на Шатару-Ставеле-5. Оказывается, господин Носков там тоже развивал территорию. По последним заявлениям Рената Баширова, которому было поручено расследовать деятельность господина Носкова, Андрей Носков допустил там целый букет нарушений, начиная с санитарных норм и заканчивая нарушением градостроительного кодекса. По крайней мере, так заявляет господин Баширов. Там были нарушены права местных жителей в части придомовых территорий, каких-то, значит, коммуникационных вопросов, отведения территории для инфраструктуры и так далее, и так далее. В общем, тут господин Носков, судя по всему, и судя по заявлениям господина Баширова, нарушил все, что можно, и, соответственно, видимо, тут судьба его печальна. Непонятно, правда, как теперь будет город отыгрывать вот это вот развитие вот этой вот территории. Особенно много вопросов вызывает все-таки позиция мэрии. На прошедшей неделе мэрия в очередной раз высказалась в адрес вот этой ситуации Пашата Руставели, и звучало это так, что, дескать, наши предшественники тут натворили не зная чего, мы ни в чем не виноваты, во всем виноват Ирик Елалов и Андрей Носков, конечно же, а мы тут ни при чем, ни при чем. Но позвольте, при наличии вот этих вопиющих нарушений, о которых говорит господин Баширов, вы в 2020 году, я имею в виду, вы это мэрия, вы это господин Мустафин, вы это господин Байден, подписали все документы на разрешение вести вот эту деятельность господину Носкову. Вы не увидели вот этих вопиющих нарушений, вы не остановили в 2020 году, то, что якобы допустил господин Елалов в сговоре с господином Носковым. Ну вот примерно так это выглядит. Выглядит это, конечно, очень неубедительно и недостоверно, потому что, ну, мэрия это все-таки власть. Вы, наверное, должны были остановить этот ужасный беспредел, как выяснилось, да, вот эту вот жуткую картину, как сказал Ради Хабиров, и теперь в итоге Хабиров вынужден был приехать на место и заявить, что строить вы здесь не будете. Кстати говоря о Носкове, примерно такая же ситуация с комплексным развитием территории начинает у нас развиваться в другом месте Уфы, а именно на улице Конституции дом, как не смешно, будет тоже 5. Так вот, там сложилась ситуация примерно такая же, как и на Шатару ставили 5. Я не знаю, что теперь нужно делать протестующим против застройки жителям на улице Конституции 5. Видимо, нужно будет постоять на коленях, посидеть в СИЗО дня 3, пару раз ломиться в Белый дом, чтобы, ну, Хабиров приехал к ним и увидел все то, что делает опять Носков на улице Конституции, и опять произнес вот эту сакральную фразу «строить вы здесь не будете», либо нужно сделать то, о чем я говорил несколько ранее, а именно нужно произвести тщательный, детальный и непредвзятый аудит всех строительных объектов господина Носкова. Потому что, судя по всему, господин Носков, как мне представляется, как мне кажется, несколько злоупотребляет вот этой вот процедурой комплексной застройки территории, а вот как вообще это происходит, мы поговорим на примере другого объекта. Есть у нас такой замечательный жилой комплекс, называется он «Сосны». Это вот там, за рекой, в сторону Затона, и уже давным-давно его строит и достраивает некий третий трест, которым владеют два бормана, Алексей и Владимир, судя по всему, близкие родственники. И вот этот третий трест там тоже комплексно осваивает территорию. Условиями вот этого комплексного освоения территории было, например, передача городу 3% жилого фонда, который там будет возведен, выплата определенной суммы денег, а еще строительство детского сада на 156 мест, который впоследствии должен был быть передан муниципалитету. Вот с детским садом не заладилось. Детский сад не построился. На данный момент, по прошествии уже 10 лет, а именно 10 лет осваивают территорию эти два господина Бормана, 10 лет, и в итоге мы имеем только фундамент. Сейчас мэрия столкнулась с ситуацией, что в 2010, по-моему, году, насколько я помню, получив вот это разрешение на комплексное освоение территории, господа Борманы осваивали ее, осваивали, и в 2015 году подали в суд и отсудили свою обязанность возвести вот этот детский сад. Как уж так получилось, я до конца пока не понимаю. У меня есть на руках решение суда. Оно, прямо скажем, очень невнятное. И решение это заключается в том, что господа Борманы теперь не должны строить детский сад, потому что должны привести в соответствие документацию, проектную документацию этого всего района, в соответствии с текущим моментом и градостроительным кодексом. Не очень там, на самом деле, понятно все это сформулировано. И на выходе мы имеем то, что стоит фундамент, стоят дома, кстати говоря, достроенные, проданные люди живут, замечательные и так далее, но нет детского сада. Ближайшие детские сады находятся в 10 и более километрах от этого жилого комплекса, при том, что есть некое лукавство менеджмента третьего треста в том, что когда они продают квартиры, они все еще их там продают, они указывают наличие детского сада, ну, что является, конечно, весьма заманчивым, особенно для молодых семей. Жилье там не самое дорогое в городе, соответственно, оно в большей степени, наверное, сориентировано на людей со средним и ниже среднего достатка, соответственно, вот люди, а эти люди как раз это, как правило, молодые семьи, значит, у них есть маленькие дети, а значит, им нужен детский сад. Так вот, этот детский сад всегда упоминается в числе преимуществ этого микрорайона, а его там нет. Жители многократно обращались к администрации города, к застройщику, ну, с вопросом, что когда же, когда же этот детский сад будет. Каждый раз, как только возникало какое-то беспокойство или более-менее коллективное недовольство, тут же собирались какие-то, значит, мероприятия и что-то начинало обещаться. Договорились уже до того, что Мустафин сообщил о том, что нужно выкупать вот этот вот фундамент у застройщика и там что-то строить, кому-то там, значит, передать и так далее, искать деньги, включать в РАИП и так далее, хотя в РАИП так и не включили. В общем, какая-то странная возня. Собственно, о чем я веду речь? Я веду речь опять о комплексной застройке территории. Ведь изначально застройщику были поставлены условия, когда ему выдавалась эта земля, а, например, Носкову земля выдавалась вообще бесплатно на условиях расселения. Так вот, третьему тресту выдавалась земля тоже с определенными условиями. И одним из этих условий была постройка детского сада. Как так получилось, что теперь они не должны строить детский сад, пока для меня загадка. Но это еще одно из свойств вот этого вот лукавого процесса под названием комплексная застройка территории. В истории с третьим трестом и жилым комплексным сосны я продолжу разбираться, потому что, честно говоря, я не до конца понял тут логики. И очень хотелось бы пообщаться с самими застройщиками. Я пока не смог найти с ними контакта. Возможно, у них тоже есть своя правда. Вот в этих вопросах тут одной правды, как правило, нет. И у медали даже не две стороны. Но посмотрим и в ближайших выпусках мы вернемся обязательно к этому вопросу, потому что на самом деле вот эта процедура комплексной застройки территорий, она касается всего нашего города и всей республики и вызывает очень большое беспокойство. Ну и третья история опять про комплексное освоение территорий. Буквально вчера выходит абсолютно оглушительная новость о том, что город Уфа принимает решение о комплексном освоении территории. 30 гектаров между бульваром Ибрагимова и улицей Кировоградской, это в центре Уфы, решено отдать под проектирование и разработку некому ООО строительную компанию Trust Invest. Вот теперь давайте задумаемся. 30 гектаров в центре Уфы, не самая дешевая земля, но и не самая она там беспроблемная, прямо скажем, там куча домов под расселение и так далее, отдаются некой компании ООО Trust Invest. Вы слышали когда-нибудь о успешной строительной компании Trust Invest? Я нет. Да более того, никто на самом деле не слышал. Дело в том, что согласно моим изысканиям и данным картотеки, в 2018-2019 году эта ООО вообще не имела никакой выручки. Ноль. Уставной капитал ООО 10 тысяч рублей. Директором является некий Ильшат Ахметов. Кто этот знатный, породистый, потомственный строитель Ильшат Ахметов? Почему ему перепало это счастье запроектировать 30 гектаров в центре Уфы? Совершенно непонятно. Вот здесь, конечно, обоснованное беспокойство за то, что вот это комплексное освоение территории может вообще закончиться какой-нибудь катастрофой. Сейчас времена у нас суровые, в финансовом смысле тоже. Платежеспособность, спрос падает. Строители на распутье и так далее. И вдруг город отдает 30 гектаров какому-то ООО без выручки в течение двух лет, какому-то Ильшату Ахметову. Сколько домов? Какие дома построил Ильшат Ахметов? Покажите нам, пожалуйста. Можно мы посмотрим, кому мэрия доверяет 30 гектаров в центре Уфы? Эти вопросы пока без ответа. Вот это к тому, о чем я говорил. К тому, о том, что нам нужно очень беспокоиться за те решения, которые принимает мэрия Уфы. Эта организация, вот я так ее назову, это даже не орган власти, а некая организация, которая вызывает большие сомнения и подозрения. Деятельность самого Мустафина, деятельность вот этого Байдена, пример того, как все случилось с Носковым и как еще, наверное, случится с Носковым в последующем, нам говорит о том, что подходы нужно менять, нужно менять команду. Эта команда в управлении города категорически не справляется с ситуацией. И здесь, конечно, мы можем прийти к какому-то очень плохому результату. На фоне всего того, что происходит в стране, мы не можем себе позволить вот эти эксперименты с людьми, которые абсолютно профессионально непригодны. Об этом говорю не только я. Об этом говорит даже Алла Яковлева, человек, который, ну, прямо скажем, далекий от глубокого понимания процессов, идущих в городе, но даже вот эта активистка с улицы Шатар-Уставели заявляет о некомпетентности господина Мустафина. Ну, по-моему, я наговорил сегодня страшно-печально невеселого, и поговорим немножко о веселом. Из веселого у нас была история со стрельбой на набережной. Полина Вишневская, член СПЧ при главе Республики Башкортостан, разместила у себя в Фейсбуке историю о том, что, значит, на набережной Уфы раздаются выстрелы из автоматического оружия, и ужас-ужас, что здесь происходит, там свадьба, не свадьба и так далее. Ну, история действительно имела такой весьма ощутимый резонанс. Народ возбудился и стал шуметь, что такое, что происходит, там начали выяснять слухи и так далее. Валили все на каких-то шайтанов, потом на каких-то армян, как обычно у нас во всем виноваты армяне, да, чуть что. Шайтанов пытались совместить с армянами, тут уже я возмутился, я говорю, ну, позвольте, ну, армяне вроде как, они же христиане, и какие могут быть у них шайтаны. В общем, было очень смешно. В конечном итоге все-таки среагировала МВД, которая выдала странный такой пресс-релиз о том, что Министерством внутренних дел задержан для опроса некий житель Уфы, уроженец Армении, у которого был изъят охолощенный пистолет, которому он якобы давал салют в честь там свадьбы кого-то и чего-то. Ну, тут много, конечно, вопросов. Во-первых, на записи, которые опубликовала Полина, очевидно, слышны автоматические выстрелы вовсе не из пистолета, а из автомата Калашникова. Этот звук, пожалуй, что, наверное, нельзя перепутать ни с чем, если вы его слышали хотя бы раз, а я его слышал много раз. Соответственно, это, очевидно, был не пистолет. Был ли он охолощенным или нет, это, как говорится, следствие покажет. Но меня лично возмутила история с тем, каким образом сформулировала МВД вот этот свой странный пресс-релиз. Если уж вы не смогли найти автомата, нашли только пистолет и пытаетесь выдать выстрелы из пистолета за выстрелы из автомата, ну да ладно. Это оставим на совести вас, людей военных и обученных. А вот при чем здесь уроженец Армении? Вот это меня, честно говоря, немножко зацепило. Вообще, я полагаю, что нужно законодательно запретить упоминать о происхождении людей хотя бы для того, чтобы не допустить в будущем вот этих российских выходок и высказываний всяких Саитовых на тему там вот понаехали и так далее. Какая разница, где родился человек, который совершает правонарушение? Вот для меня, например, нет абсолютно никакой разницы, где родился человек, который совершил правонарушение. Неужели имеет значение, человек родился в Грозном, в Москве, в Южно-Сахалинске или еще где-нибудь, если он полит из пистолета, значит, средь бела дня, отмечая свадьбу своего друга? Не знаю. По-моему, нет. Вот на это, наверное, нужно обратить внимание МВД и косвенно перестать разжигать вот эти вот страсти вокруг национального состава правонарушителей в Республике Башкортостан. Уж коль скоро на этой неделе не произошло каких-то катастрофических и значимых событий, я сегодня себе позволю пофилософствовать. И философствовать я буду на тему сакральной жертвы. Веками было принято так, что если человек в чем-то провинился, то он должен компенсировать свою вину перед теми, перед кем он виноват. И я говорю о Хабирове в данном случае и говорю о ситуации с Куштау и вот со всеми вот этими сопутствующими событиями, которые произошли. Очевидно, что Хабиров виноват перед народом Республики и очевидно, что ему нужно каким-то образом эту вину свою заглаживать. Однако Радифаритович упорствует. Вот это его теория свой-чужой и когда он заявил, что я своих не сдаю, она как раз и стоит поперек вот этой многовековой традиции, когда свою вину нужно искупать. И я говорю о том, что на самом деле Хабирову рано или поздно придется принести эти сакральные жертвы. И на поверхности, конечно, лежат две персоны. Это господин Абдрахманов, глава Ишимбайского района и господин Мурзагулов, который возглавляет вообще всю эту историю с Куштау и с оскорблениями жителей Республики. Рано или поздно Хабирову придется пожертвовать двумя этими персонами, хочет он этого или не хочет, понимает он этого или не понимает. Тут вопрос времени. На самом деле покаяться нужно вовремя. И падающий, стремительно падающий рейтинг Хабирова внутри Республики, конечно, продолжит падать до тех пор, пока он не примет вот этих главных решений. Кстати говоря, увольняя нерадивых и не справившихся сотрудников, руководитель вовсе не падает в глазах населения и своих избирателей, а скорее даже поднимается. Способность дать правильную оценку тем, кто делал неправильные вещи, на самом деле это положительная черта для руководителя. А вот упорствовать в своих заблуждениях, это только углублять ту яму, в которую он падает и, собственно, ухудшать тот рейтинг, который у него тоже стремительно падает вниз. Вот будем наблюдать, будем смотреть, как долго еще будет Хабиров цепляться за вот этих своих, которые на самом деле для него хуже чужих. Уж коль скоро мы заговорили опять об этих своих, об этих пресловутых своих ради Хабирова, то в последнее время действительно я задумался о том, что вот эти его свои, они так многообразны, разнообразны и так различаются между собой, что, наверное, необходимо уже заняться некой классификацией своих, потому что, ну, нельзя их всех под одну гребенку брать. Вот, например, взять там господина Баширова и господина Ахмадинурова. При всей моей неприязни к обоим этим персонажам, ну, их рядом нельзя ставить, да, хотя бы по масштабу. Ренат действительно человек очень неглупый, ловкий, шустрый и способный, а вот Ахмадинуров совсем наоборот. Ну, то есть, и тем не менее, они оба, у Ради Фаридовича они оба свои. Это очень разные свои. Я позволил себе создать такую пока первичную классификацию вот этих своих, и у меня получилось пока 12 разновидностей своих. И я призываю наших зрителей, возможно, дополнить вот эту вот классификацию. Может быть, вы видите какую-то другую разновидность своих, может быть, в районах есть какие-то свои, которые вот действительно Ради Фаридовича свои, и их он не сдаёт. Так вот, вот эти 12 разновидностей. Как бы свой, недосвой, в доску свой, вдрызг свой, в жопу свой, свой своего, чей-то свой, не чей свой, свой на доверии, свой 80 уровня, свой среди чужих и свой среди сторожих. В общем, примерно вот так. 12 категорий. Давайте дополним, может быть, что-то уберём. Есть категории массовые, есть единичные. И впоследствии, я думаю, что мы начнём распределять уже персонажей вот по этим категориям. И тогда нам хотя бы чуть-чуть станет понятна та структура власти, которую выстраивает здесь Ради Хабиров. Потому что, честно признаться, мне, например, непонятны принципы, по которым он формирует вот эту как бы команду. Иной раз мне кажется, что это какой-то хаос. Иной раз мне кажется, что там есть какие-то тайные принципы, которых мы просто не понимаем. Но очень хотелось бы понять, потому что это касается нас всех. Редактор субтитров А.Семкин